Девушки отдыхают Возле руин находится алтарь стихий Я выяснил, что примерно раз в пару лет с его помощью можно управлять погодой Ну и что? Солнце, вода испарится, капать перестанет, будет сухо И тебе от этого будет прок, увидишься наконец с Мердарионом А с этим алтарем что-то не так? Ха-ха, верно подмечено Какому божеству посвящен алтарь? Никакому Это очень древняя реликвия Мы ее нашли несколько лет назад Выглядит как дева с расколотым черепом С расколотым черепом? Ага Ну или у нее просто две головы, сложно сказать Она очень сильно пострадала от времени Мы попытались изучить ее как следует Но Геллана лажанулась и призвала очень густой туман Он рассеялся только сегодня Так что, погодой выходит все-таки можно управлять И зачем ты меня туда посылаешь? Статуя была полна маны Но из-за косяка Гелланы она вся ушла Мы хотели перезарядить статую на следующий день при помощи специального ритуала Снова изменить погоду Но статуя пропала Пропала По-моему, ты что-то от меня скрываешь, нет? Нингал и его болваны полезли в руины, что за статуи Вылетели оттуда как ошпаренные После этого он запретил нам соваться в руины Сокровища, могучие стражи, злые силы Ну, вся обычная туфта в этом роде А как же я туда сунусь? Черт с ней с опасностью, но как быть запретом? Ты не один из нас Нингал тебе слова не скажет Остальные тоже Достань статую и заставь солнце сиять на небе Тогда получишь то, к чему стремишься А ты разве не сам говорил, что статуя потеряла силу? Это было давно Сейчас она должна была уже восстановить ее хотя бы частично Если же нет, скажи мне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а ну выкладывай мне всю правду С этим алтарем точно что-то не так Возможно, я упустила пару незначительных деталей Я почему-то так и подумал Какому богу посвящен алтарь? Всем троим Это древняя реликвия Фигура девы с расколотой головой Возможно, это какая-то забытая служительница богов У нее расколота голова? Возможно, у нее две головы Может быть, когда-то у нее было даже три головы Она слишком пострадала от времени Поэтому сказать что-нибудь наверняка нельзя Так если погоду изменить невозможно Для чего мне вообще заниматься поисками этого алтаря? Когда мы впервые обнаружили эту статую Она буквально излучала энергию Но после того, как Вултус влез со своими экспериментами Она растеряла всю свою магию Стала как простая деревяшка Мы хотели зарядить ее на следующий день При помощи погодного ритуала Но статуя исчезла Исчезла? И куда она пропала? Ну, великий магистр Нингал отправился со своими людьми в развалины Которые находились за статуей Когда они вернулись оттуда То все до единого были седы, как древние старцы С тех пор нам запрещено ходить к развалинам Я так мыслю, что их охраняет некая злая сила Которая не дает никому приближаться к статуе И что, ты хочешь нарушить приказ магистра? Приказ распространяется только на членов братства Туушу Насколько мне известно, ты в нем пока не состоишь Но если ты сможешь найти статую И призвать на землю дождь Возможно, тогда ты присоединишься к нам А ты же вроде говорила, что статуя утратила свою волшебную силу Может быть, часть своей силы она уже восстановила Если же нет, то это я беру на себя Субтитры создавал DimaTorzok Привет Ну что, струсил? Я? Струсил? Да ни за что на свете Ты уверена, что части статуи действительно где-то здесь? Да Ну, как знаешь, дело твое А я пойду поищу в руинах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, струсил? Нет, нашла чего-нибудь? Нет А я нашёл Так что можешь заняться сборкой Вот дьявол Ну ладно, давай сюда Да, ещё кое-что Раз уж я нашёл все эти пропавшие части То и погоду я буду выбирать Посмотрим И что ты задумал? Эй, ты что, оглох? Солнце или дождь? Солнце, яркое и палящее Неправильный ответ Устроим ливень Это мы ещё посмотрим А, так ты из тех, кто любит строить из себя крутых Ладно Если победишь меня в схватке Можешь зажигать своё солнце Драться с тобой? Но ты ведь женщина Я не могу, это будет нечестно Да не бойся ты так Я буду драться в полсилы Защищайся Грядут большие неприятности Хватит Похоже, я тебя недооценила Что ж, твоё счастье А не то, ты уже был бы мёртв Эй, я тебя уже раз отделал Ты не забыла? Хм Давай уже собирай статую Ладно, ладно Твоя взяла Много лет минуло с тех пор Как смертные последний раз молились у моего алтаря Туман, солнце, дожди Чего ты желаешь? Чего ты желаешь? Пусть Белиар Пусть Белиар Пошлёт нам дожди Но не слишком усердствует с молниями Ты можешь выбирать лишь единожды Уверен ли ты в своём выборе? Пусть Иннос пошлёт нам солнце Только без радуги Ты можешь выбирать лишь единожды Уверен ли ты в своём выборе? Я молю о дожде Да будет тебе по слову твоему Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Великого магистра воды ты найдешь прямо над святилищем. Отлично. Постой! Печать удостоверяет твою принадлежность к братству Туушу. А наши братья не должны своим видом напоминать нищих оборванцев. Так что сперва подбери себе приличную одежду. От такого предложения трудно отказаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты помогал этой ведьме? А ну катись прочь! Ничего личного, Ултус. Мне просто очень нужно видеть Мердариона. Идиот! Ты бы получил, что хотел, помогая мне. И даже куда больше того. Убирайся! Продолжение следует... Пусть Инна спасет. Ты можешь выбирать... Уверен? Дай нам солнце. Да будет тебе по слову твоему. Вся эта штука с солнцем. Ничего личного. Я запомню твои слова. Ольга. Я не знаю. Это что-то? Я не знаю. Я не знаю. И я не знаю. Я не знаю. Девушки отдыхают. 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 Тут что-то не так. Привет, друг мой. Привет, другая. Это ты, Мердарион? Да, я. Что привело тебя ко мне, незнакомец? Мне надо знать, что за маги заглядывали в архивы замка Сильверлейк несколько дней назад. И зачем ты хочешь это знать? Я питал надежду, что они могли бы рассказать мне о древнем храме в горах. На карте, которую я нашел в архивах замка, было отмечено местоположение храма. Но я так и не понял, как туда можно попасть. Твоя тяга к познанию достойна похвалы. Дай-ка я подумаю. Да, припоминаю. Икариус как раз запрашивал средства для исследования в районе Сильверлейка. Икариус? А кто был второй маг? Какой второй маг? Икариус ездил в Сильверлейк в одиночку. И я все еще жду его отчет. Он действительно отправился один? Да, один. Но, принимая во внимание твои слова, запрошенные им средства были великоваты для одного, а вот для двоих в самый раз. Что же все это может значить? Не знаю, пока не знаю. А где я могу найти Икариуса? Они живут вместе с библиотекарем. Каламус наверняка скажет тебе, где искать Икариуса. А почему ты не положишь конец грызне между Геланой и Вултусом? Хороший вопрос. Видишь ли, оба они стремятся превзойти друг друга. Тем самым каждый из них растет над собой. Они нужны друг другу для самосовершенствования. А что насчет тех, кто могут оказаться втянутыми в их конфликт? Мы советуем всем занимать нейтральную позицию и проявлять терпимость. Но если из-за их конфликта возникнет какая-то угроза для Туушу, естественно, мы вмешаемся. Продолжение следует... Привет, друг мой. Добро пожаловать в святилище, брат. Что привело тебя к нам? Знания. Я ищу знания. Как и все мы. Ты пришел в нужное место. Я слышал, вы были дружны с Робором Третьим. Это так. Мне очень неловко, что я оставил его в тяжелом положении. Он измученный человек, с тяжелым грузом на плечах. У него были добрые намерения, но я больше не мог нести ответственность за его поддержку. Как это? Что произошло? Рассказывать тебе об этом было не самым правильным шагом. Прости меня. Кто ты? Меня зовут Мильтон. Я один из основателей Туушу. Ваше дерево впечатляет. Конечно. Такого места больше нигде нет. Маги огня, маги воды и... И да, даже темные маги отбросили свои споры и объединились благодаря общей жажде познания. Я имел в виду само дерево. Это вы его таким вырастили? Нет, дерево очень старое. Древнее. Полагаю, оно растет прямо над средоточием магической силы. В нем совмещаются символы всех трех богов. И это знак. Все маги в Туушу равны. А зачем здесь огонь горит? В кроне дерева есть знак Инноса. Священное пламя горит в честь Инноса. То есть святилище посвящено Инносу, верно? Нет, здесь есть алтари всех трех богов. Мы все здесь равны между собой. Но святилище расположено в кроне, в знаке Инноса. Я вижу огонь, но не вижу воды и тени. Оглядись. Мы же окружены водой, стихией Аданаса. Глубоко под деревом обитают тени, чествующие Белиара. То есть все дерево священно, но крона священнее других частей? Да. Нет. Это все очень сложно. Несомненно. А что насчет официального ордена Инноса? Они же неодобрительно относятся к Туушу, верно? Высший маг Пирокар, к сожалению, ослеплен догмой. Это очень печально. Ты довольно общительный для великого магистра. Опыт научил меня скромности. Кто смеет отвлекать меня? У меня есть несколько вопросов. У меня нет времени на Неофитов. Разве я тебя как-то обзывал? Уйди. Ты всегда такой угрюмый? Мне придется серьезно поговорить с Геланой. Странно. Разве алтарь стихии не был уничтожен? Ты видел Икариуса? Нет, потому что он заперся в нашей комнате. Возможно, он и сейчас там. А что тебе нужно от Икариуса? Это наше с Мердарионом дело. С Мердарионом? О, боги! Вот. Держи тогда ключ от нашей комнаты, а я в это дело не вмешиваюсь. А где ваша комната? Последняя с левой стороны от святилища. Все эти погодные изменения должны благотворно сказаться на местной растительности.